Друзья, всем привет! Сегодня в новостях. Домик на Кипре, квартира в Швейцарии. Кого из депутатов расстроит новый запрет на выезд из России? Президент России Владимир Путин подписал закон о досрочном прекращении полномочий депутатов Госдумы и сенаторов за несогласованный выезд из России. Для кого-то это будет болезненно, семьи парламентариев скупали недвижимость в других странах. О ком идет речь? Сенатор Российской Федерации, депутат Государственной Думы обязаны согласовать выезд за пределы территории Российской Федерации, за исключением служебных командировок, в порядке и в сроки, которые определяются Советом Соответствующей Палаты Федерального Собрания Российской Федерации, говорится в новом законе. По мысли его авторов, основной формой выезда парламентария в зарубеж должны стать только служебные поездки. Поездки с другими целями не возбраняются, но теперь законодатели обязаны отчитаться о том, куда они собираются, на какой срок и получить добро от руководства. В публичном поле эта инициатива объясняется необходимостью обеспечить безопасность самим депутатам и сенаторам, дескать, бесконтрольно выезжая за границу в период санкций и ограничений. Представители законодательной власти и их семьи рискуют, например, стать жертвами провокаций или быть похищенными. В этом случае вред будет нанесен не только им самим, но и нас, которые они представляют. Сложнее всего теперь придется тем членам Федерального Собрания, кто имеет за рубежом недвижимость и другие активы. Еще в 2020 году таких в Госдуме и Совете Федерации было 28 человек, 22 депутата и 6 сентября. С тех пор декларации парламентарий не публикуют и даже состав депутатов успел смениться. Последние выборы в Госдуму прошли в 2021 году. Большинство владельцев иностранной недвижимости из числа депутатов не смогли снова пройти в Госдуму. Но есть и те, кто остался. 63-летний депутат от партии «Справедливая Россия» Валерий Гартунг, настоящий долгожитель Думы. Бывший директор Челябинского кузнечно-прессового завода первый раз избрался в парламент еще в 1995 году и с тех пор его стены не покидал. Сейчас он является председателем комитета Госдумы по монопольному рынку. За это время его семья вошла в список богатейших людей Челябинска. Жена Марина и сыновья Андрей и Дмитрий контролируют бизнес-империю, построенную на базе завода, которым некогда управлял глава семейства. Челябинский кузнечно-прессовый завод ежегодно выручает десятки миллиардов рублей. Сюда нужно добавить производство промышленных машин и оборудования под маркой «Хартунг» – еще один – два миллиарда рублей по итогам прошлого года. Плюс Уралавтохаус, торгующий мерседесами, даже сейчас, после того, как марка ушла из России, приносит более полумиллиарда рублей выручки. Завод роботов в прошлом году выручил более 100 миллионов рублей, ну и по мелочи – 35 миллионов рублей принесла сдача в аренду различной недвижимости, 24 миллиона – торговля автодеталями. Юридически собственником этих предприятий является Марина Гартунг. Она же указывалась в декларациях мужа депутата как владелец 190-метровой квартиры в Швейцарии и почти 100-метровой – на Кипре. А недавно вспыхнул скандал. В СМИ прошла информация о том, что супруга Гартунга якобы является владельцем кипрского так называемого «золотого паспорта» – это когда гражданство предоставляется в обмен на инвестиции. Паспорт якобы действителен в течение 10 лет и заканчивается в 2027 году. Летом 2022 года проверкой этих сведений даже занимался Следственный комитет, но результаты в прессе так и не появились. Не так давно Россия решила продавать Индии нефть не за доллары, а за рупи. Как оказалось, идея была не самая удачная, но выход найти все же удалось. С индийской валютой возникли проблемы при конвертации, что было связано с правилами регулятора. А альтернативы на десятки миллиардов долларов Индия не смогла подыскать. Западные СМИ сразу же начали трезвонить на весь мир о том, что 40 миллиардов долларов застряли в рупиях. Также западные СМИ сообщают о том, что Индия теперь отказывается от поставок ресурсов из России. Но скорее всего, эти сплетни связаны с новыми правилами расчетов за энергетические ресурсы. Западу, конечно, очень не нравится, что Россия поставляет Индии огромные объемы нефти. Но, как оказалось, Россия все же нашла применение застрявшим рупием. Некоторые источники сообщают, что РФ закупила индийские ценные бумаги, а также стала полноценным партнером на многих важных предприятиях в стране. Но это, конечно, имеет преимущество в дальнейшей перспективе. Есть и другие решения для применения рупий. Например, Россия закупила на индийских предприятиях хлопка на 4 миллиарда долларов и рассчиталась за него рупиями. И это не простой хлопок. А именно такое сырье применяют в процессе производства. И этих материалов катастрофически не хватает самому западу. Известно, что самыми крупными производителями этого сырья является Китай и Индия. И вот теперь все объемы скупает Российская Федерация. А это, на минуточку, целых 13 миллионов тонн ресурсов. К слову, третье место по производству хлопка принадлежит Америке, и это только 3-5 миллионов тонн. Поэтому покупкой важного сырья Москва сразу решает несколько задач. Это приобретение сырья, а также возможность избавиться от рупий не во вред себе. Ну и дополнительное преимущество – это создание помех для стран Запада в скупке такого ценного товара. Выход все-таки нашелся, несмотря на то, что бывший глава Минфина всех заверял, что Россия не сможет вернуть из Инди рупий, которые были получены за экспорт нефти, так как валюта относится к неконвертируемым. Кроме того, экс-министр добавил, что для России просто нет ничего интересного в Индии, что можно было бы приобрести. Было и такое мнение, что подвижшие рупи стали одной из причин ослабления рубля. Желание много живой Турции проявить способность устроиться на многотабуриточной позиции давно забавляет не только Россию, но и весь мир. Ее ничему не научило подстояние в бесконечной очереди в ЕС, которую переписывают, начиная с 1987 года. Теперь она пробует одновременно занять две очереди – в Сывшос. Однако это единственное отличие от 1987 года. По большому счету ничего радикального в политике турок не произошло. Они как пытались усидеть на всех стульях сразу, в поисках самого удобного для своего выводящего устройства места, так и не оставили этих попыток. Хотелки собрать все бонусы от Запада и глобального Юга пока оборачиваются, для Эрдогана только потери доверия с обеих сторон. Никаких политических и экономических преференций не получено. Мечта турок о новом неосманском будущем становится все более призрачной. Экономические проблемы нарастают, политические козыри превращаются в прах. Поэтому сегодня турки так или иначе встают перед выбором – быть или не быть в лидерах мирового преобразования. И здесь не удастся втащить свою худосочную на две табуретки разом, так как западный стул и стул глобального Юга разъезжаются в разные стороны с чудовищной скоростью. Турки постарались сделать громкое заявление в Китае по поводу своего решительного выбора в пользу Брикс. Там глава турецкого МИД сказал прямым текстом – Брикс может предложить Турции хорошую альтернативу Евросоюзу. Запад окрысился на Анкару и вылил на нее все свое негодование таким опрометчивым поступком. Турки через пару недель уже подписывают бумазейку в Швейцарии, от которой все страны Брикс отмежевались и сказали свое громкое. Начинают всячески тормозить параллельный импорт в России, усложняют систему расчетов между странами. Ставят заграждение на импорт нашего зерна и так далее. Где логика Эрдоган? Так вы хотите в Брикс или нет? Метание турок уже 6 лет. Впервые о своем желании присоединиться к организации турецкий лидер объявил в официальном выступлении на саммите Брикс в Яханисбурге в 2018 году. Владимир Путин тогда ответил ему, что Турцию смогут принять в 2022 году. Но ветер перемен дует в разные стороны и флюгер турецкой политики тут же изменил направление и взяли паузу на вступление в Брикс. И вот теперь гадания турок подошли к тупику. Брикс вырос и укрепился, Запад теряет свою монопольную власть, торговля с Россией приносит все больше и больше дивидендов, а с другой стороны участие в НАТО и полная зависимость в проявлении политической воли от США. Турки решили не изменять своим привычкам и поставили свои фишки сразу на красное и черное. Они прекрасно понимают, что перед ними открывается окно возможностей. За странами Брикс будущее. Это доказывает и очередь на вступление из 50 государств, и экономические показатели, и скорость развития. Но отказываться от печенюшек Запада они пока не готовы. В этом они видят сиюминутное решение своих насущных проблем. Все эти танцы с бубнами прекрасно видят в России. Оценка дается каждому шагу и каждому решению политической верхушки Турции. Наши наглядно показали своими действиями, что дают туркам еще пару шансов на осознание реальности. Мы продолжаем превращать Турцию в крупнейший газовый хаб, это и в наших интересах.